Байден просто боится Путина. Утренний кофе с Евразия Дели за 14 июня 2021 года. Доброе утро. Пара дней осталась до встречи президента России и США в Женеве. Байден живет этой встречей, внутренне готовится к ней, и он уже понял, что на совместную пресс-конференцию с российским лидером выходить не стоит. Видать, опасается ляпнуть что-то не то или не схватить смысл заявлений своего визави. В любом случае, пожелаем дедушке здоровья, заварим кофе и ознакомимся с комментариями Игоря Левитаса к основным новостям минувших суток. Первая встреча президента США с британским монархом произошла по случаю приема в честь лидера стран Большой Семерки. Однако Байден допустил ошибку. Он прибыл на мероприятие после Елизаветы II, что противоречит протоколу. Тем не менее, как отмечают британские СМИ королевы, не выглядела оскорбленной. Напротив, она много разговаривала с Байденом и его супругой, а также искренне им улыбалась. Естественно, воспитанный человек при любой выходке нездорового человека сделает вид, что все в порядке. Второе. Великобритания хочет улучшить отношения с Россией, однако на враждебные действия будет отвечать жестко, заявил глава британского МИД Доминик Рааб. Рааб. Проявить немного уважения к Великобритании призвал министр иностранных дел страны Доминик Рааб, комментируя заявление лидеров стран G7 о государственном статусе Северной Ирландии. Бедная Британия. Все ее обижают, все ее угрожают. Пора пожаловаться хозяину. Защити барин. Третье. Германия должна брать на себя больше обязанностей по обеспечению безопасности в Африке и Средиземноморье, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Армин Лашет. 13 июня пишет газета. Правильно. Только сначала Намибии заплатите за геноцид племен Гереро и Нама. Помните, в начале 20 века вы тоже брали на себя обязанность по обеспечению безопасности? 4. 267 вооруженных нападений, приведших к многочисленным жертвам и пострадавшим, произошло с начала года в США, сообщает The Hill. Согласно определению организации, массовым вооруженное нападение считается тогда, когда огнестрельные ранения получают 4 и более человек. 25 из таких нападений были зарегистрированы за 1 только июнь. Июня, кстати, прошло всего половина. В среднем получается по 1,6 нападений в день. Миролюбивые США с крайне миролюбивым населением борются за мир во всем мире. 5. Президент США Джо Байден объяснил отказ от проведения совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным после саммита в Женеве. Это не состязание в том, кто будет лучше держаться перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение. Создается впечатление, что Байден просто боится Путина. То он называет его убийцей, то автократом, то упоминает, что рассказывал о Путине и Елизавете. Путин в каждом слове. Так ребенок накручивает себя перед встречей с учителем, которого боится. 6. Страны Ливию и Сирию перепутал президент США Джо Байден во время речи на саммите Большой Семерки о расширении сотрудничества между США и Россией 13 июня, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан журналистом. Конечно, боится учителя, например, географии. Впрочем, зачем президенту США знать название стран, которые он бомбит? Для него это значение не имеет. 7. Только 32% американцев знают, где находится Ниагарский водопад. 22% граждан США считают, что Ниагарский водопад находится в Исландии. А шокирующие 11% не смогли даже точно показать США на карте мира. Это следует из данных опроса, опубликованного 11 июня сайтом студии Finns. А вы хотите, чтобы президент знал географию? Слава Богу, он знает, что Вашингтон – столица США. 8. Персональные данные 26 миллионов пользователей. Различных сайтов похитили хакеры, заявили специалисты компании NordLocker. Хакеры использовали неопознанное вредоносное программное обеспечение «Вирус Троян» для Windows и похищали приватную информацию два года – с 2018 по 2020. Всего было собрано около 1,2 терабайт личных данных с 3,25 миллионов зараженных компьютеров. И опять обвинят Россию. Такое впечатление, что кроме России нигде не умеет пользоваться компьютером. 9. Благодарность странам Большой Семерки за поддержку позиции Украины в конфликте в Донбассе выразил 13 июня Владимир Зеленский. Сообщение об этом опубликовано на сайте президента Украины. Холопу нежно благодарит хозяев, лезет, обслюнявит ручку. Он счастлив, что пороть его могут только в хозяйской дворницкой. 10. Улицы Мешениха района немецкого города Кёльн захватили крысы, передает Верлд. 11. Вина за нашествие лежит на самих жителей, многие из которых выбрасывают мусор и пищевые отходы прямо из окон. 12. Как сообщает телеканал, в неблагополучном районе проживают представители порядка 60 национальностей, и не все из них говорят по-немецки. 13. Я помню, как представители Германии радостно встречали беженцев, а Меркель фотографировала с ними. Надо думать, она в том районе не появляется. 14. Байден просто боится Путина. Утренний кофе с Евразия Дейли.